...платного телевидения. Свежее и быстрое. Свежее и быстрое. Свежее и быстрое. Свежее и быстрое. Добро пожаловать. Мы с вами находимся на острове Кенгуру, на мысе Уиллаби, в кафе Сэмфай. Местные моллюски и морское ушко просто прекрасны. Как дикие, так и выращенные. На фермах они достигают порядка 80 миллиметров. Они нежные, с изысканным морским вкусом. Я часто сокрушаюсь, что в Австралии нет икры и трюфелей, но нам невероятно повезло с морскими ушками. Мы приготовим их быстро и просто, потому что у них тонкий, но очень особенный вкус. Вот морской укроп, собранный на острове. Что-то вроде морской спаржи. Так его, во всяком случае, называют в Европе. Его не так-то просто найти в Австралии, но у него отменный вкус. Чего-то морского, с растительным оттенком. Так что действительно морская спаржа. Лимон, оливковое масло, свежие травы и все. Итак, у нас есть оливковое масло с острого кенгуру. Наливаем немного. Повторяю, их не надо готовить долго. Выкладываем морские ушки, просто немного обжарим. Они нежные, их не нужно отбивать. Вкус изумительный. Можете бланшировать, но они такие нежные, что я бы ел их сырыми. Добавим морской укроп, розмарин, достаточно крупные листочки, потому что позднее я его не буду есть. Я его извлеку. Много петрушки, морской соли и еще немного оливкового масла. Пару кубиков сливочного масла. Ну вот мы и закончили. Осталось добавить лимонного сока. Пахнет фантастически. И я знаю, что это вкусно. Потому что морские ушки мое самое любимое блюдо на свете. А это лучшее на свете место, чтобы их приготовить. Посмотрите на них с морским укропом. Немного сливочного масла. Осталось только выложить их на тарелку. И вот оно все свежее. Все местного производства. С чудесным морским вкусом. Оно должно быть просто потрясающим. Можете посоветить еще, но помните, что морской укроп сам по себе очень соленый. Поперчим. И мы получили шикарное и абсолютно простое блюдо из свежих продуктов. Морские ушки. Такие вкусные. И с таким морским вкусом. Просто объедение. Великолепно. Морские ушки. Морской укроп. Розмарин. Петрушка. Несоленое сливочное масло. Лимонный сок. Соль и перец. Оливковое масло. Тасмания осуществляет более четверти мирового экспорта морских ушек. Моллюск длиной 10 сантиметров может сжать створки с силой 180 килограммов. Добро пожаловать к лучшему производителю Австралии остров Кенгуру. Совсем рядом с побережьями Южной Австралии находится это удивительно прекрасное место с удивительно дикой природой. В последние годы на острове очень успешно разводят морских ушек. Эти уникальные моллюски пользуются постоянно растущим спросом. Особенно на азиатских рынках. Вознаграждение должно быть существенным, потому что это очень тяжелая работа, требующая огромного терпения и труда. Раньше мы добывали маленьких моллюсков в дикой природе, но сейчас у нас собственный выводок пятилетней давности. Мы поместили их в инкубаторы, а на следующее утро в 6.30 утра мы повысили температуру на 3 градуса, чтобы расшевелить их немного и посмотреть, что они будут делать. Рассказывает Джон Холл. Специальные системы вырабатывают перекись водорода в воде, который стимулирует их активность, и они быстрее размножаются. Мы вновь помещаем их в инкубатор на 7 дней, где они меняются около 15 раз. Маленькие, похожие на медуз, они превращаются за эти 7 дней в садовых улиток, которые научились плавать. Но у них есть все эти рожки и щупики, которые очень чувствительны. С их помощью они ищут съедобные водоросли для питания, потому что первые 7 дней они обходятся без еды. Питаясь по пути, они взбираются по водорослям к свету. Таким образом, когда они добираются до вершины, мы спускаем их обратно на дно в надежде, что водоросли вырастут опять, и морские ушки снова начнут медленно взбираться. И так происходит около 6 месяцев, и даже съедая такое количество водорослей, они все равно растут недостаточно быстро. Поэтому мы помещаем их в эти резервуары. В резервуары, где они растут быстрее, в них мы отлучаем моллюсков от водорослей и даем специальную еду. Мы начинаем собирать моллюсков на 4-й год. И в этот 4-5-й год мы получаем морские ушки длиной примерно 85-90 мм. Наш рынок сбыта ориентирован на Азию. Мы продаем морские ушки в Тайвань, Гонконг, Японию и Китай. Мы торгуем уже 7,5 лет. На следующий год мы планируем поставить около 80 тонн. Через год мы собираемся выйти на 100 тонн, а через 3 года на 200. Это долгий процесс, и ждать 4 года не так-то просто. у нас есть серебристый хек. Когда я думаю об этой рыбе, я думаю о Южной Австралии, прежде всего об острове кенгуру. Я приготовлю его в сицилийском стиле. Это из-за кисло-сладкой приправы, фруктов и орехов. У многих людей она ассоциируется с Сицилией. Кладем рыбу скуркой вниз. Сделаем 4 филе за один присест. После того, как пожарим рыбу, очень быстро приготовим сицилийскую приправу. Очень важно не пережарить рыбу. Серебристый хек очень деликатная, замечательная рыба. с белым мясом очень вкусная. Поэтому аккуратнее, не пережарьте рыбу. Постараюсь быстренько ее перевернуть. Она немножко пристала к сковороде, но я не расстраиваюсь, потому что рыба будет покрыта соусом. Я не приправляю ее, потому что у соуса очень насыщенный вкус. Вы заметили, что я перевернул рыбу всего на несколько минут. И она еще немного не дожарена в центре. Она дойдет до готовности, пока просто немного полежит. Вот так. А на сковородку отправляем сладкий лук, добавим немного оливкового масла, морской соли. Вот так. Немного потушим, пока оно не станет мягче, особенно лук. Я нарезал немного сельдерея, как для сицилийской капонаты, только без баклажанов. Еще чуть-чуть оливкового масла, чтобы немного украсить. Все дело в фактуре. Я хочу, чтобы они хрустели. Добавим кедровых орешков и изюм. Это мой сицилийский стиль. Он отличается от обычного. Можно добавить и сахар, но мы добавим легорийский мед с острова Кенгуру, потому что это настолько потрясающий мед, что пчелиных маток теперь экспортируют в Италию. Укроп прямо сюда. Красный винный соус, кисло-сладкий, который я искал, зеленый лук. Молотый перец на рыбу. Очень хорошо. Когда вы готовите рыбу, надо выложить ее на тарелку и дать полежать при комнатной температуре. Итак, у нас получилось что-то вроде итальянского салата к рыбе. Просто великолепно. Все пропиталось вкусом меда, ароматом укропа. Ну и, конечно, чудесные овощи, орехи, фрукты. Как я и говорил, получилось почти капоната сицилийский баклажановый салат. И на острове Кенгуру мы приготовили блюдо в сицилийском стиле от Нейла Перри. Блюдо будет гораздо вкуснее с бокалом шардоне, естественно, с острого Кенгуру. Ваше здоровье. Серебристый хек, сладкий лук, сельдерей, кедровые орешки, смородина или изюм, лигурийский мед, укроп, красновинный уксус, зеленый лук, соль и перец, оливковое масло. Мы знаем о сицилийской мафии. Слово «мафия» произошло от арабского слова, означающего «убежище». Оно появилось во времена, когда сицилийцы прятались в горах от арабского вторжения. Остров Кенгуру полон сюрпризов, но ни один не сравнится с лигурийскими пчелами. Эти удивительные насекомые находятся под защитой на острове, а местные пчеловоды собирают мед как для внутренней продажи, так и для экспорта. Рассказывает Бетти Маккадам. Все начиналось с двух ульев как хобби. Мы переехали на остров Кенгуру, чтобы пожить в тишине и покои, чтобы занять время. Я занялась разведением чел. Это оказалось увлекательным занятием, а люди стали покупать мой мед, поэтому мы постепенно расширялись, и теперь у нас порядка 300 ульев. Это семейное дело, и мы руководим из Пиннышоу. Мы управляем нашими собственными ульями, упаковываем и продаем наш собственный мед и на острове, и внутри страны, и экспортируем его. Мы стараемся фасовать мед в разные упаковки, чтобы люди могли попробовать все разнообразие вкусов нашего меда. Мы делаем эвкалиптовый мед. Это наш лучший изысканный сорт меда. Мед весенних цветов, собранный из луговых растений и трав. А еще мед диких цветов и уникальный мед острого Кенгуру, в котором чувствуется намек на карамельный привкус. Вот такое разнообразие. И мы также делаем крим. Позже мы приготовим грудки цыпленка ордви соусом цацикки. И роскошного рака с карри. свежее и быстрое, свежее и быстрое. Нейл Берри. Первое блюдо, с которым я познакомился, приехав на остров Кенгуру, был цыпленок ордвей. У него фантастический вкус, который поразил меня, когда я попробовал его несколько лет назад. Итак, сливочное масло. Масло не должно гореть, оно должно медленно плавиться. А когда оно начнет приобретать ореховый оттенок, я должен положить цыпленка. У него получится чудесная коричневая корочка, пусть даже немного подгорит, это усилит вкус. Приправим солью и перцем. А пока цыпленок жарится, я оставлю его в покое, чтобы он обжарился как следует. А когда масло станет ореховым, и из него выпарится все молоко, оно станет похожим на карамель. Вкус будет великолепным. Еще немного соли на цыпленка, а я пока быстренько займусь соусом цацикки. Возьмем чесночный йогурт. На острове кенгуру потрясающий йогурт из овечьего молока. Натрем огурец, нашему соусу еще требуется мята и чеснок. Пришла пора переворачивать, как видите, прекрасный цвет. Перевернем. Великолепный цвет получился у цыпленка. Вновь повторю. Позвольте почти подгоревшему маслу придать удивительный вкус и цвет. Оставлю еще на 3-4 минуты, а потом пусть полежат, пока я доделаю цацикки. Выльем в миску этот потрясающий йогурт. Сок примерно половины лимона нам понадобится. вот так. Соль, много перца, выдавим весь сок из огурца. Кожуру можно выбросить, но я ее тоже добавлю, потому что она придает интересный цвет и фактуру. чтобы соус стал по-настоящему чесночным, добавим еще два зубчика чеснока. Когда цыпленок почти готов, отставим сковородку и пусть так постоит. Тогда блюдо окончательно дойдет до готовности, но останется сочным и нежным. Раздавим чеснок, немного на него надавим. Некоторые действительно давят чеснок, но мне нравятся крупные кусочки. Я нарежу лучше. Прежде чем превращать его в пасту с солью, вы должны помнить, цацики должен быть очень чесночным, поэтому два зубчика на такое количество это в самый раз. Замечательно. Вкусно. Еще немного лимонного сока. Еще немного соли. Перец. Чеснок должен проникнуть повсюду, поэтому оставим блюдо на минутку. взглянем на нашего цыпленка. Пока цыпленок доходит, добавим последние штрихи к цацики. Возьмем с вами мяту. Аккуратно ее нарежем и красиво. Напомню, наше блюдо из свежих продуктов. Итак, прекрасный йогурт, свежая мята, цыпленок и при этом все очень простое. Можно чуть отжать грудки, но помните, они должны быть в этом коричневом масле. И я не хочу потерять этот вкус. сбоку на тарелочку к цыпленку положим цацики и польем оливковым маслом. Вот так. Свежий укроп. Убедитесь, что вкус у такого цыпленка просто превосходный. куриные грудки, несоленое сливочное масло, йогурт из овечьего молока, лимонный сок, ливанский огурец, чеснок, мята, укроп, соль и перец, оливковое масло. Овечье молоко сворачивается быстрее коровьего и из него получается более густой йогурт. На острове кенгуров выпускают превосходную молочную продукцию, будь то вкуснейший сыр халуми с сыроварни айланд пьюэ шип или камамбер бри или белый борда фармхаус острова кенгуру. Им уделяется особое внимание. Рассказывает Мосховард. На острове кенгуру не было своего молочного производства, но мы его наладили. Упаковываем молоко в картонные пачки, пастеризуем его. Однажды нам предложили делать сыры. И я подумал, что это хорошая идея. И решил построить сыроварню. Мы много экспериментируем. Ежедневно мы доим примерно 50 коров и получаем около 800 литров молока в день. Это лучшее место в мире, и мы делаем лучшую молочную продукцию в мире. У нас отличные не только сыры, но и мед и тому подобное. Да и вообще все у нас лучшее. Не сомневайтесь, пожалуйста. Я собираюсь приготовить чудесные блюда из раков. На острове кенгуру фантастические раки. Мы обжарим их вместе с пастой, и с толчем кориандр, и зеленый чили, имбирь и чеснок. Так мы приготовим терпкую пасту. У нас будет своеобразный, если хотите сухой карри. Обжариваем это, но затем я добавлю немного оливкового масла и лимонный сок вместо кокосового молока, рыбного бульона и пальмового сахара. Это своего рода встреча востока и запада. Ставим котелок на огонь и разогреем его. Побольше оливкового масла, немного соли на раков, а когда совсем разогреется, добавляем раков, готовим 6-7 минут вместе с пастой, и у нас должно получиться нечто чудесное, как и у всех ракообразных. панцирь покраснеет и блюдо будет очень привлекательно выглядеть. Довольно забавно обыграть восточные ингредиенты. Много кориандра, зеленых чили, чеснока, имбиря. Все они очень ароматные, пришли из Азии. Но надо отметить, что мы готовим австралийское блюдо. Как видите, у нас уже появляется цвет. Я взял большого двухкилограммового рака. Именно такие лучше всего подходят для нашего блюда. Панцирь не надо снимать, так лучше для цвета. И очень-очень важно для вкуса. Добавим еще алифтового масла. Панцирь уже почти красный. Очень важно не пережарить. Смешав эти чудесные травы и пряности, вы обнаружите, что оливковое масло и лимонный сок прекрасно с ними сочетаются. Вы можете приготовить и традиционный карри. Нашу приправу приготовить очень просто, но, что важно, вкус при этом сохраняется. Мы получили прекрасный аромат. Однажды у меня разовьется аромоведение, потому что это нечто фантастическое. Ингредиенты в пасте остались достаточно крупными. Я не привязывался к форме, потому что я хотел создать фактуру. Я хочу, чтобы в ней попадались кусочки имбиря и зеленого чили и кориандр, и чтобы все это стало частью факторы нашего блюда. Завораживающий запах. Я всегда говорю, не встряхивайте котелок, но здесь у меня небольшой выбор. Я хочу, чтобы он двигался, не хочу, чтобы он пригорел. Рак впитал масло, поэтому добавим еще немного. Знаю, это дорого, но зато какой аромат. Закачаться. слава фантастика. Добавлю немного воды, она распарит мякоти. Когда вода испарится, нам останется только добавить в пасту немного лимонного сока и свежемолотого перца. И все. И снова, когда вы готовите это блюдо, вы будете наслаждаться замечательным ароматом, потому что восточная кухня полна чудесных запахов. И мы сломали стереотип, приготовив его только с лимонным соком и оливковым маслом. Обычное число ингредиентов больше. Теперь наше блюдо готово. Очень сочный лобстер или рак. Добавим немного зеленого лука, нарезанного колечками. Вот и все. чудесная фактура. А теперь выложу на тарелку, но прежде еще немного лимонного сока, потому что мне нравится его цитрусовый свежий аромат. Много перца. И получится просто невероятный запах. выложить на тарелку красивой горкой. Такой большой красивый рак заслуживает шикарной большой тарелки. рак. действительно совместное блюдо. Смешанное блюдо. Выглядит потрясающе. И в завершении немного лука, который мы нарезали соломкой, и немного кориандра, и перед нами пища боков. я абсолютно уверен, что австралийский рак один из самых вкусных деликатесов в мире. Полюбуйся, пожалуйста. Я-то это буду есть, а вы пока только посмотрите. Рак, кориандр, зеленый чили, имбирь, чеснок, зеленый лук, соль и перец, лимонный сок, оливковое масло. Отличие рака от лобстера заключается в том, что рак обитает в пресных водоемах, а лобстер в морских. Я хочу приготовить рулетики по своему рецепту. Что? Итальянские рулетики по твоему рецепту? Будешь смотреть и думать, боже, что он делает? А я уверен, будет вкусно. В следующей серии свежей и быстрой мы вернемся на ферму Арманда Перкуку за сенсационными рецептами итальянской магии. Подождите меня, три тата готова. Вы только полюбуйтесь, господа. Полюбуйтесь! Ведущий Нейл Перри, композитор Энди Сидари, оператор Грег Кунг, продюсер и режиссер Майкл Робинсон. Фильм озвучен по заказу ЗАО. Первый канал Всемирная сеть. Редактор субтитров